Всем привет, дорогие друзья! С вами Настя. Мы с вами обсудим те ошибки, которые допускают в дрессировке новички и необычки. На самом деле для собаки также очень важна эмоциональная составляющая. Ошибка номер пять. Отсутствие тайминга в дрессировке или четких границ между работой и отдыхом. Это чаще всего происходит на прогулках, когда мы начинаем с вами веселиться с нашими собаками, командовать им разные трюки, веселиться, развлекаться, кидать мячик. И у собаки просто стирается граница между началом работы и ее отдыхом. Отсюда возникают сбегания собаки из поля работы так называемого. То есть вы пытаетесь с ней как-то взаимодействовать, а собака пошла, грубо говоря, бегать с другими собачками, веселиться, нюхать, искать разные приключения. Нет, так быть не должно. Если вы начали заниматься, то вы обозначаете точку начала, и точку конца. То есть вы берете собаку работать после разминки. О ней я сейчас тоже, кстати, скажу. Изначально вы берете собаку работать, после чего вы отпускаете ее и даете ей полноправно побежать и повеселиться после того, как она завершила работу с вами. Не нужно брать, делать две команды, молча отходить от собаки, позволяя ей делать все, что ей заблагорассудится. Это приведет к тому, что впоследствии на каких-нибудь соревнованиях или выступлении, до чего уж там, просто даже на прогулке во время занятий, собака будет просто от вас свинчивать. Вы этого хотите? Нет. Правильно. Поэтому обозначаем точку начала и конца нашей работы с животным. Кстати, к слову о тайминге, хочу сказать, что очень важно собаку не перегрузить. Мы должны понимать, что собака, выполняя трюки или команды, работает. Ей это делать довольно-таки сложно. И, естественно, мы должны грамотно рассчитать время работы так, чтобы собаку не изнурить и не отвернуть ее от этого занятия и сделать так, чтобы оно было по-прежнему ей интересно и в удовольствии. Это главный принцип тренировки. Поэтому, когда мы работаем с собачкой, лучше разбивать нашу тренировку интервалами. То есть, немножко поработали, под словом немножко, я подразумеваю, минут 5-7, а то и меньше. Если это маленький щеночек, лучше разбивать эти секции на более маленькие. Передохнули, побегали с собачкой, дали ей повеселиться, выпустить энергию. После этого собрали и пошли дальше работать. Так, несколько повторений. Поверьте, так собака будет гораздо меньше уставать и у нее выработается привычка к последовательной четкой работе. Без сваливания куда-то в кусты. И она будет знать, что ее всегда будет ждать заслуженный отдых после этих коротеньких забегов, так называемых. Ошибка номер 6. Отсутствие разминки перед тренировкой. Да, дорогие друзья, собак перед занятиями нужно обязательно разминать. Это позволит избежать каких-то моментов в начале выступления, которые собака возьмет за разминку. То есть, представьте себе, вы выходите на тренировку, вам обязательно нужно размяться, настроиться и выйти уже и красиво, достойно выступать. Вместо этого вы без разминки выходите выступать. Часть первого выступления вы как бы на разминке. А это означает то, что вы по принципу лажаете. Поэтому крайне важно перед любыми занятиями и выступлениями, выходами на дрессировку, собаку обязательно разминать. Берете мячик, веселитесь, бегаете, настраиваете собаку, включаете ее внимание, объясняете, что мы начали работать. Только после этого мы можем выходить в ринг или начинать дрессировочный процесс. Ошибка номер семь. И это бездумный подход к дрессировке. То есть, повиновение общим схемам, прописанных в книжках и пособиях по дрессировке. Друзья мои, нужно понимать, что собака, каждая собака индивидуальна. И для каждой собаки нужен индивидуальный подход. И если вдруг вы видите, что вашей собаке не подходит данная схема обучения той или иной команде, попробуйте другой способ. Подумайте, что мешает собаке понять то или иное упражнение. Что ей может не нравиться в этом упражнении. И как это можно исправить. Поверьте, когда вы начнете задумываться над тем, что именно вы делаете, у вас дело пойдет гораздо быстрее. Ну а наше видео подходит к концу. Я надеюсь, вам понравился мой ролик. Напишите, пожалуйста, в комментариях, совершаете ли вы подобные ошибки и собираетесь ли их исправлять. Всем добра, пока-пока. Не забудь подписаться на канал и поставить колокольчик, чтобы не пропускать новые видео.